Shadow Fiend 10 секунд осталось 5 секунд осталось Резервный час 10 секунд осталось 10 секунд осталось 10 секунд осталось 7 секунд осталось 10 секунд осталось Они забирают Эс Шекера, Лиона и Шадоу Финда. И соперники, команда... Возможно, у Рилли, возможно, нет. Замбини. Я сейчас... Я с вниманием. Все, которые здесь есть, это все, по-моему, имена покемонов, кроме одного. Замбини, Чаризард, Снорлакс, Хитман Чан, Алаказан. Все это, кроме Замбини, это все имена покемонов. У них даже и логотип, как у покемонов. Но это чисто такой никнейм. Просто переименовали перед этой игрой. И, знаете, меня это порадовало. Что у них в банах? Это Акс, это Джиггернаут, Брюмастер и Фантом Ассасин. Себе же они забрали Скайра Смага, Вайпера, Дров Рейнджер и Визажа. Блоквер, четвертый пик от команды... Акаме Фор, сейчас я проверю. Сейчас я проверю все это дело, потому что я хочу точно быть уверенным, что я здесь не ошибся насчет названия команд. Так, Акаме Фор, Орилли. Так, Орилли, это как раз где Эмси Гроу, а вот Акаме Фор, это как раз команда, которая сейчас у нас подникновим покемонов. Так что, Орилли у нас играют за Рейтинг, Акаме Фор играют за Дайр сейчас. Вот. Пак, пятый бан от команды... Орилли. Сейчас, главное, сейчас я буду путаться, на самом деле, потому что она реально, спутаться несложно будет. Пять секунд, остальные. Резервный час. Пятый бан ответный от команды Акаме Фор, это Разор. Ну и остается у нас последний пятый герой, сейчас мы узнаем, кто же это будет, и... что же в итоге за картина будет вырисовываться. Пики вполне неплохи сейчас для команд. Вполне не менее радуют, если уж так можно выразиться. Но мы посмотрим, что же в итоге у нас окажется. Что это будут за расслабы с Ларк, пятый герой для команды Орилли. Но чем ответить у нас Акаме Фор, сейчас мы узнаем. Сейчас, собственно, посмотрим, и будет все уже более-менее ясно. Ну и последний герой у нас получается, это Инвокер от команды Акаме Фор. Переключаемся мы сейчас на игру, и уже мы все начнем совсем-совсем скоро даже никнеймы просто игроков команды Акаме Фор не влезают вот эти поля. Ну, кроме двух, пожалуй. В остальных никнеймы не уместились. Уже видим мы, кто на ком играет. От команды Орилли. Аубри Плаза играет на Эшекере, Окси играет на Леоне, Эмси Гроу играет на Шадоу Финзе, Толера играет на Клукверке, и на Сларке будет играть Юнис. От команды Акаме Фор. Замби не будет играть на Скайросмаге, Алла Казам на Вайпере, Через Айт на Тараксе, Снорлакс на Инвокере, ну и на Визаже у нас будет играть никто иной, как Хит Мончан. Ставится тут же пауза от команды. Невероятно почему, сейчас посмотрим. Надеюсь, это чисто подгружается просто у кого-то игра. Никаких проблем, надеюсь, с пингом сейчас не будет возникать. На все пишет Гоуа и Раки Команды, и начинается. Good luck, have fun, это все. Признак уважения к сопернику. И это хорошо. Давайте посмотрим еще раз, кто у нас в таком играет. И ГЛХП, братан. Да. Да, спасибо. Даже игрок мне желает good luck. Даже комментатору. И это хорошо. Ну ладно, снова посмотрим, кто у вас в таком играет. Повторюсь, пожалуй, от команды Оурили. Аубри Плаза играет на Эшекеры, на Клокверк играет Толера, Толер отправился в топ. На Слак играет Юниус, пока что он тут находится в лесах вместе с Леоном, на котором играет Оксия, и СФ, на котором играет Эмси Гро, отправляется, скорее всего, Мид. Пока раз нука по лайнам такова, то, что в ботом линии у нас будет ждать, видимо, трипла, Леон, Слар и Эшекер. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут пропали ли кое-кого. Типа, иди сюда. Физурка. Ну и все. Да ладно, прорывает. И дальше идет, дальше идет. В принципе, сейчас можно было как сделать? Можно было сбить руну, ой, сбить Клэрити, и просто сразу же лишить от Шекера одной от этой банки, и вынуть его, использовать сразу же вторую. От команды Акам и Фор, они же сейчас играют по тегам покемон. От Наскараси играет Замбини, о боже мой, что-то творится. На Траксе у нас играет Черезаарт, на Инвокет играет Снорлакс, на Визаже играет Хитмон Чан, но там не увестился. И на Вайпере у нас играет Алаказам. Да, те, кто слышали о покемонах, те, кто на них играли, те более и чем поймут, кто это такие за персонажи. Собери их всех. Ну, это, конечно, кто-то не относится, но ладно. Игра начинается, по лайнам все, в принципе, стандартно. в Топе у нас Локверк стоит против Траксы, в Миде СФ стоит против Инвокера. Невероятно будет противостояние, возможно, на ботовлении Сларк, Леон и Эшекер будут стоять против Вайпера, Скайраса и Визажа. При этом у нас Эшекер что-то вроде такого лесника, который выфармливает Нейтралов. Даже вот так вот. Теперь здесь постепенно что Сларк, что Клокверк, что тут иногда даже проседает СФ от нападения Инвокера. Ну и Инвокер, я бы даже сказал, по фарму, тут опережает своего соперника на 5 крипов. 9-4 против 6 к 1. Даже больше, чем 5 крипов. Ой-ой-ой, СФ. Ой, сама проблема. Раз. Два. Кто кого раньше забьет, еще тычка. ФБ. Бежать. Бежать, инвокер. 6 кп, жрать бобры нужно теперь. Выжил. Это было, ой-ой, как близко. И сразу ставится пауза. Это было нереально. Ну, просто такой психологический батл. Кто отступит? Не отступил никто. В итоге СФ понадеялся на свои души, на то, что их хватит, чтобы убить инвокера, но буквально одной души не хватило. вернулся. вернулся СФ, жажден мстить. О, боже мой, не же есть койлы. Раз койл. Два койл. Месть состоялась. С двух койлов. А внизу все время, что она назревает так же. Неплохо. Месть за ФБ. Ой, это сейчас шейкер, конечно, вышел. Подкоп, мимо. Эспайк, подкоп, неважно. Важно, что мимо. Есть физура. Есть физура, есть также энч тотем. Типа, иди сюда, говорит. Пошел сюда. На тебе физуры по лицу. Там же Сларк, там же еще и Леон. Ну, мана была здесь потрачена, ну, не считать, не сказать, что особо особо впустую, но но не пошло. Слезает Смок. И на Смоке со спины либо выйти опять же на ботом лайн, либо выйти на топ. Отправляется в топ. Отправляется в топ, отправляются за инвокером. У инвокера сейчас могут быть траблы. Аккуратней. Ой-ой-ой, сейчас начнется. И физура накрыла. Хекс. эр-спайп и до свидания. Накрыла так коллектив. 21 уже орили немножко впереди по фрагам. А визаж те время уже собирать себе ха-стулечку. А где визаж? А визаж? А где он? А вот где он? Летает со скоростью света пытается кого-то здесь найти, но тут он здесь никого не обнаружит. Где сахатик? Никого нет. Хотя вот сейчас видимо будет попытка вместе. Да, да, сигналит. Говорит, пора. Грейф Чилл и потом Свола Самшин. Прочная сущность. А что прочная, что четыре слоя, которые просто защищают от именно всего? Там никого хрюм укреп. Что в топе? В топе ловит траксу, запирает траксу саленс. А толк это саленца. Ну тут минус тракса. Нет, не пошло. 3-1. О, тут уже появляется также еще и карат визаж еще и здесь и здесь как-то дело у команды аками форум не пошло. Вроде бы и нормально, а с другой стороны как-то 3-1 уже на шестой минуте. Надо бы ситуацию справить. С другой стороны вайперы сейчас просто все игнорят, он как-то фармится спокойно, иметь лидирующих репсат на карте. Его никто не агритый, на него никто не покусится. А это для вайпера хорошо, у него появится шестой левел, у него появится вайпер страйк, а вайпер страйк бьет очень может откидываться поезда атак без всяких проблем. Стоит всего 20 маны, а у него его 312. Майпер страйк стоит согласовать маны. После этого еще хватит возможности атаковать там 3-4 раза поезда атак. Примерно так, как он сейчас сделал просто. Скай раз. Скай раз спрятался здесь и ждет и ждет 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 чего-то он визаж минус кверк тем временем топит хорошо но внизу выпад выпад на сларка сларк получать много урона сларк умирает 3-3 сейчас сравнили уже неплохо так и там умирает уже шекер где и шекер приняли шекер забрали там еще леон ой 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 это сейчас был просто 4-0 размен 4-5-3 сейчас тут внезапно камуфор разряжается так конкретно такой конкретный ответный удар делается командой и это сейчас может так или иначе на игру повлиять теперь минус что на мид лейне на мид лейне у эсэ появляются ботинки очень ценный айтем сларк после своей смерти уже вернулся на нижний лейн и там уже опять ходит скай раз опять же ходит он в лесах раз сайленс снова миллиарды урона вайпер страйк и это скорее всего минус минус сларк еще нужно а и дети поносился живой поднажите ремень флот вверх вайпера кто еще кого здесь поймал такой большой вопрос эшекер физура неправильно накрыл неправильно накрыл и с разворота что ли будет пытаться строгать ожидалось что так накроется и запрет здесь инвокер емп емп взорвался хороший емп и там просто придает птица но визаж забирает раньше 6-3 измерения кризис л В верхней половине экрана. У меня это заметно на трассе нет, но для меня это очень сильно заметно. Такое прям подергивающееся изображение именно вот в одной части экрана. Ну ладно, это не сильно страшно, просто как-то это внимание обращает. Слишком как-то даже для меня, видимо. Остается пауза, почему-то какая-то особая причина не была озвучена. Просто написали, что секунду, что нужна пауза. Ну вот это подождем, в принципе. Субтитры сделал DimaTorzok Пауза по-прежнему у нас здесь стоит. По-прежнему мы тоже ждем, когда будет пауза. То есть у меня тут с микрофона все нормально, все пауза сжимается. Мы продолжаем. То, что пишут, что там нет микрофона, нет с микрофоном и у меня тут все нормально. И просто я его вручную отжимал, вручную отключал, чтобы... А, нет, Клокверк всего лишь в лесах. Я уже думал, что он готовится куда-то делать выбор. Постепенно здесь у нас уже команда Акармофор доходит до Т1 табор в ботом линии и... Не спеша, постепенно наносит урон ему. Постепенно его сносит. Слара тут убегает тем временем от... Траксы. Рейвзл паунс. Так, визаж. Тоже прыжок. Дартпакт. И... Нет, 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 уроны не хватает. Мст, часть Т1 т.п. Выживает, но вопыт была неплохая. Так, Клокверк терен, что в ступень всех Т1 т.п уже при себе держит, тоже Т1 т.п немного. Было бы чем поймать, но... Нет, здесь ловить как-то будет тяжеловато. Вайпер уже ушел просто. Ой-ой-ой, этот поворот. Нашли Шекера. И МП даже не понадобилось. Япом взорвался уже после того, как и Шекер отправился. В Т1. Ногер делает геной. Тауэр по миду. При этом Тракса ломает Т1 тавер в топ линии. Разменяли ТВ рам. Причем даже с плюсом для команды Акам и Фор. Рейдент топ. Тут еще даже вот так вот добрались уже до этого тавера, нанесли мы 6 урона. 7-3. Счет позже команда Акам и Фор. Открываем графики и видим, что по опыту Акам и Фор, они же покемоны чуть впереди. По золоту на 300 с чем-то тысячи также они ведут. Но одно дело так, а другое дело, что сейчас еще нужно как-то игру вытаскивать. Нужно еще и здесь, так или иначе, преимущество постепенно увеличивать. Так, инвокер. Да, он здесь видела, конечно, наличие эсэфа. Боже мой, этот вард просто палит все абсолютно. Ой, лол. Ой, Скайрад застрял здесь. Скайрад живый вард. Просто. Эс-шекер, видят. Стан. По одному прилетает. Скайрад живет. Он тут отсюда будет кидаться. Да ладно. Забирает Рошан уже на 12 минуте. Команда Акам и Фор забирает Алигус с петраца. Взрывается просто Лион от Лиэнпо инвокера. Также умирает устроен еще и эсэф. Эсэф все еще успевает добрать инвокера, взорвавшись. Размен Алигуса получился. Два в два считаем размен. Два в трещинку будет размен. Бух. Четыре в два размен. И четыре. Даже пять. Пять в два считаем, что был размен. Крайне удачный для команды Акам и Фор. И это полнейшее преимущество. Самое, что ни на есть, полное. Умерла там, конечно, также Тракса, но у нее была Алигус. А Игус реализовался на все 300%. Два в пять размен, как таковой. Эс-шекер сделал ТП и тут же получает трючку. Стан. Тракса уже очень мощный. Есть уже маска в Медес. И каждый убирает из Шекера. Диминайте. Тринадцать счет в игре. Сейчас уже в пользу команды. Понимаете? То есть, смотрите. Как развивались события. Один-ноль, потом один-один-два, там три-один стал счет. И теперь уже четыре-тринадцать. На тринадцатой минуте игры. Это очень быстрое нарастание преимущества для команды Покемонта, а у Скайраса проблемы. А у Скайраса уже проблемы нет, он сделал ТП очень удачный. И он жив, цел. Орел. Что-то мне подсказывает, что и в этом матче какой-то особой напряженности не будет. Хотя, кто знает, лизаж, минуслаг, опять же, ЕМП, просто выждакой, наверняка. Но там ЕМП, на сколько оно кидает? Четыреста маны, оно... Вот. Четыреста. Маны сжигает и наносит двести урона. За одну, ну, именно, ЕМП-шечку. И рядом восстанавливает также двести маны Эйвокер. С максимальным учетом, то что ЕМП получается... Наносит тратиста, двадцать пять манов, восстанавливает двести. Неплохо. Просто врубается Маск Мэнесс от Траксы и начинается уже карание ТП Тавара. Сейчас я понимаю, что здесь уже есть какие-то шансы для команды Оурили здесь выиграть. Тракса тоже, наверное, есть Яша, есть у него уже все, что ей нужно, есть МОМ. 77 на 8 Крипстат, это второй по... ...карте, вирующий у Эсапа, ну что, Уэсапа, есть. У Эсапа есть тоже Яша. Но у него нет Маск Мэнесс, и он тонкий. Физура. Физура заблокировала. Но нет вайпера, вами продолжать бить, просто не смотря ни на что. Вайпер забил, вайпер бьет Тавар. Хамильяры тоже делают... ...аналогичная вещь. Ай-яй-яй-яй. Падок один. Хамильяр. Остался второй. Уминажа до следующего. А он может, в принципе, сейчас переюзать Фамильяров. Но он, видимо, раньше соберет Аганим. Чтобы было уже именно три летающих Фамильяра. Так, врывается. Врывается на Траксу. Он тут же там ЕМП, тут же Сталин. Там все, что можно, прилетает. Но Тракса умирает. Тракса в таверне. Но там уже вайпер делает... ...мега килл, если не ошибаюсь. Да, мега килл пять, потому что фрагов. Размен один в один. По золоту нет преимущества для команды Агамефор. Но по опыту преимущество для них небольшое. Считаем, что почти другая сторона. Ой-ой-ой, вайпер, 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 ты как... Как мне аккуратно... Да ладно, сейчас была нереальная ошибка от Шекера. Он заблокировал фактически сларку вайпера. Вайпер был, конечно, на месте. Но, тем не менее, его это не волновало. Потому что он стоял за фиссурой. По ту сторону фиссуры. И минус одна сторона на 16-й минуте уже для команды. Оу, уронили. Серьезно? А, тут, да, тут ставится пауза, потому что визаж от игры отключился вообще. Но откроем графики. 4 тысячи по опыту ведет команда Агамефор. По золоту уже 12 с чем-то тысяч. Очевидное преимущество, и... Я не думаю, что они сейчас уже будут его упускать. Скорее всего, сейчас эта игра уже... Закончится со второй атакой. А теперь, ну, пока можно глянуть, наверное, айтемы, которые есть у команд. Сшел команду Орили, посмотрим. Эс-шейкер, тапок, варды, мальчик-стик и... И веточка. Клок вверх собирает от себя постепенно здесь... О, нет, он тебя здесь собирает не агоним. М-м-м, есть возможность... Реально, что он может выйти в некрономикон. У него есть просто Белтов Стрэндж, есть у него остаток без ребра, и есть у него Рима Фреген также. Рима Фреген, это тогда будет Форстав. А с другой стороны, куда он Форстав здесь запихает? Выкинет телепорт. Телепорт может пригодиться. Боттл, ну, здесь тем более будет вполне нужен. Мне, конечно, радует, как здесь Велфумно сделали, то, что если бутыль не полная, то несущий курьер передвигается на 30% медленнее. То есть, понимаете, если бутылка полная, то почему-то она легче для курьера, чем бутылка, которая пустая для курьера. Где логика, не знаю. Капитан. Это Кунка. Кунка в обличии попугая. Лейтенант Склокинс. Вот так его зовут. Скажите, как его зовут, ага. Так, Сларк. У Сларка здесь бутылка. Просто ботинки. Стал Чилд, Ринг Факила. Телепорт я не считаю Леон. Здесь у него Смоук, Тапок, Вардные Ветки. У СФа я уже говорил, что есть у него Яша, есть телепорт Ультимей Тор, Боттл, Боттл, Боттинок и Ринг Факила. Скайрас, урна и Тапок. Все, больше ему ничего не нужно. Тракса, Маск оф Мэйденц, Фрайс Бэнд, Пауэр Трэдс, Яша, Ринг Факила и Майджик Стик. То есть полный такой запад. Плюс 36% для союзных героев на карте. 36% бонус от ловкости. Базовый урон увеличен на 51. Тапсин Вокер бьет на 51 урон больше. Траксе, это вообще красота. У него 220 примерно урона с руки. А с учетом всего, то у него получается порядка 400-450 ДПС. В секунду прилетает много. Очень много, очень больно. И это практически гарантированный такой разнос всех тонких героев в виде Сларка. Какого-нибудь Леона. Ну и Шекера. И Шекер тут тоже разбирается быстро. Секунду, Скайп. Да, еще тут у нас секунду просит. Инвокер. Обливент Став. Нуль Талисман. Робов Зе Мэджи. Ветка и Фейзы. Ну, тут я не знаю. Тут, видимо, будет попытка выйти. Ну да, тут Ворч, скорее всего, будет выходить. Собираешь рефрешеры 2 ЕМП. Японская красота. Визаж. Визаж. Медальон. Там собираются постепенно огони. Тапок. Ветка. Маджик Стик. Ой-ой-ой. Визаж. Визаж ушел. Вайпер. Мека. Рингфакила. Огр Клап. Тепорт Мэджик Монт. И Пауэр Трэдс. И тут же просто 3 таких закупа. Появляется Орчид у Инвокера. Появляется Мантл Стайл у СФ. Аркан Тапки появляются у Скайраса. И у Леона, по-моему, появляются Транквил Тапки. Не разваливаются эти Тапки. Просто на Изи разваливаются. Тракса с иллюзиями, видимо, была. Это уже просто перемещается в Инвизи. Инвокер. Я не могу найти. Орчид. До свидания. Просто 1-2 стены. Снова с Волк. Орчит уже сейчас. От Кулдауницы. И можно снова убивать. Вот внимание. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Четыре удара. До свидания. кайл кайл кол только для грибов так до рошана тут остается где-то примерно 2 с чем-то минуты падает это товар по медлене у команды а у меня и сейчас же соперники отправиться на хай граун я более чем этом уверен накидают по и шейкеру просто и тракса делать под финансы рывок и вот это проблемы пошел сларк там уже визаж тащит все что можно и он забирается на траксу так и забирает умирает визаж умирает инвокер 3 2 1 байбэк отец шейкер честно говоря проблем мог быть у вайп у вайпера вайпер бежать вайпер бежать физуры нет ай-яй-яй ой-яй-яй еще сейчас было достали достал да ладно и все и отступать не самый удачный такой сейчас был замест на команды а камефор потеряет трое героев забрали двоих вынудили сделать по и бэк одному сразу сон терять снова физура физура в лицо вайперу мальчик нитр таксин смертельный нейротоксин вспоминая портал это очень рада длительности 5 и 1 секунды и постепенно он выходит скипитера и ему сейчас буквально остается пара крипов не появится огонь а с огонь его там и плюс будет раньше по моему так дальности и меньше расход мана и и меньше кулам всего 12 секунд то есть раз в 12 секунд он может кастовать скин который длится 5 секунд дорожа на 2 минуты 20 секунд появляется визажа аганим появляется не теперь 3 фамильяра сюда же летит как не летит но скоро должен получить себе вайпер аганим тогда будет максимально мощный вайпер страйк максимально часто вайпер страйк который будет карать фамильяра здесь фамильяра здесь пожалуй нужно скорее чисто чтобы контролировать местность и на наличие рошана снова в игре 20 минут игры позади крипы вместе с инвокером просто ловят ли он или он умирает где самый мутах ай нокер здесь вот это был просто наглёж чистой воды наглёж в исполнении инвокер пришел забрал прямо на вражеской базе и ушел хорошо на минуту 20 появляется аганим у вайпера опер опасен его раньше теперь вот такой теперь он карает издалека скипетр есть и можно теперь убивать физура атраксия рошан будет буквально вот прям вот совсем скоро через 45 секунд и после этого уже так куда кого вот это было конечно да и локера быстро разобрали лабер постарался пытался разрядиться обе страйком но передумал инвокер там конечно допустил ошибку на этого раз вот такой 11 500 у нас у сф 11 100 у траксы 9 700 9 800 у вайпера 8 700 у инвокера 6400 у визажа 5 600 у сларка 550 у кокверка 3500 у скайраса 3000 у и шекера и 2400 у леона что насчет байбеков а тут вот такая ситуация из команды аурилева бегнуться может только леон и только сларк рошан здесь инвокер будет через пять секунд митрил камер собирает макабе успеет ли успеет ли есть есть кук есть кук и тут хук должен сейчас пойти поздно не пошел кук но кинул щит подумал щит забрал от отступает сразу малость опоздал клокверк сейчас мп-саленс выталкивает себя форста кукверк но от инвокера не спастись инвокер уже здесь пол снап убегает это было круто буквально из-под носа просто вырвался и ушел добрый комтрен g сам-то деревья супер крипы по на нижнем лане делать свое дело так или иначе постепенно продвигают light на обедление ожидается замес просто медаль он сам стип того медали провязывал вопрос жира все должно начинаться драка все разряжается вайпера вайпер толстые очень толстые у него еще там по-моему не а егиз они до егиз у траксы вот кого нужно фокусить первую очередь это траксу пока фокусить кого-то еще просто вас карает тракса по всем областям оставить только бараки здесь шейкер просто вот это да физура которая просто задавила скайраса у меня два фамилия ровно 1 потерял уже может перевозить но видим будет ждать пока все таки не появится пока не сбьют хотя бы еще одного миллиард тогда уже он проюзать снова ультимейте снова не будет и глава не зафлиться и то иначе получается у них будет их не будет три минуты врыв врыв на вайпера сарна оттарна на какую-то странную тракса забирается вверх взрывается там своими тиммейтами также сэп но взорвался взорвался на умирали все равно умирает сэф умирает с шейкер как сатракса тракса тракса могли быть все отравли мы поймали кого ли он укройте херст умирает трипл кейм тракса и шекер бэбэк тоже здесь боевых был в исполнении сэпа умирает тракса но у нее была егеса тонны урана поединяет в сэп и сэп умирает снова визаж 100 хп накрыл 3 хп да ладно и тракса 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 живи нет не живи тракса умирает карас карас мансует мансует но нет мансу не мансу все номерай тут же байбэк байбэк инвокер байбэк тракса два тапа на т2 таба по миду и просто дальше долгу 3 т.п. папера треская раз байбэк ой да ладно и делает визаж фамильярами делает именет байбэк убивает шейкера опросы где у фамильяр а вот они верят армия раз просто нарезать нарезать все команда а там опор снова на вражеской базе на базе команды аурилья и уже ломается четыре товара проиграть сюда же также визаж на травелах просто уже и это 1-0 польза команды а камер фору эту карту еще не скорее всего трон упал от рук команды они сам по себе и это для команды очень плохо балки мингифт внезапно я очень интересно он здесь выпал но мы продолжим через несколько минут со второй карты далеко не переключайтесь буквально пять минут перерыв а